Довольно пустыненько. Это уникальная возможность посмотреть на Петровскую глазами человека, перенестись, так сказать, даже побоюсь предположить, попаду-не попаду, конец 90-х, начало 2000-х, когда, по-моему, Петровская еще была не Петровской, а Ленина. Нет, ну только посмотрите, центральные улицы города. Наверное, это должно радовать, конечно, не огорчать, потому что все очень ответственно отнеслись к таким рекомендательным мерам, да. Сейчас, если кто-то из правоохранительных органов, сотрудников порядка, если меня кто-то остановит на улице, никто меня штрафовать не будет, как и других людей. То есть рекомендательная мера, а люди все равно постарались к этому прислушаться. Ну да, не без того, что в половине просто некуда ехать. То есть они бы так ехали на работу. Большинство припаркованных автомобилей на центральной улице города в это время, это люди как раз-таки, которые работают где-то здесь. Ну, по сути говоря, как бы нет людей, как бы есть. Как бы нет машин, но как бы есть. Если сарафанное радио работает, мне все интереснее и интереснее. То место, в которое я иду, я вообще встречу там людей или оно будет закрыто? Вот в чем дело. Хочется верить, что не просто не будет хуже в связи с этой ситуацией, в связи с этим вирусом, его распространением. А более того, в кратчайшие сроки все прекратится. И мы сможем подчеркнуть какие-то положительные моменты для себя на будущее. Чему-то научиться, что-то преодолеть, консолидироваться в той или иной степени. Весь сюжет мне портит, ездит на фоне. Я вижу, вы тоже защищены. Как вы думаете, что будет дальше? Хорошего дня. Как делают новости на некоторых бессовестных федеральных телеканалах? Вот этот ларек, я не знаю, сколько. С месяцок, наверное, так поживает. Но что, если бы мы снимали репортаж для ТВ? Да-да-да, Марина, все так, все так. Мы находимся на одной из улиц в центре города. И здесь ночью произошел погром продуктового ларька, продуктового магазина. Посмотрите, посмотрите, что осталось после погрома. Посмотрите, это был продуктовый магазин. Да, с вами был Иван Кипишуев, специальный корреспондент. И тут мы резко переносимся в атмосферу другого порядка. Оказывается, весь город здесь. Все приехали за курочкой, морковочкой, лучком, капустой и всем остальным. Здравствуйте. А как вы думаете, почему люди так забавно реагируют на мою маску? Потому что мы в Таганроге или потому что каждый третий не падает заново? Наверное, последний вариант. Последний, да, вариант? Да-да. А мне даже, знаете, как-то весело становится. Мне сейчас настроение подняли. Надо одевать маску. Таких в аптеке нет у вас. Да? А у меня из прошлого лежало, я решил надеть. Ну, в аптеках в аптеках даже нет. Так нет в аптеках и люди без масок. И люди без масок. Да. А недели? Вы знаете, на самом деле, вот, я смотрю, у нас как-то забавно реагирует просто на маски. А что? Ну, я имею в виду, вот я для своего интереса свое мини-собственное расследование проводил. И вот несколько людей, которые сейчас живут в Италии, если бы мы знали, что это на самом деле сейчас происходит, у нас бы не просто в масках, у нас в противогазах ходили. Поэтому вы простите, что я таким взглядом на вас посмотрел, мне показалось, что... Хорошо, здоровья вам, берегите себя. Если я до этого прошел, люди на меня так посмотрели, типа, ты что, дурак? И я такой... И не поспоришь, в принципе. Я, кстати, вразумил, почему половина еще таким взглядом на меня смотрит. Им, короче, тоже хотелось купить маску. Они пришли, а масок не было. И они такие... Ах ты ж... Мафина забавно был. Всю дорогу шел в маски, зашел на рынок, где куча людей. Снял маску, без маски ходит. Все 90% людей без масок. Начиная от продавцов... Нет, начиная от покупателей, заканчивая продавцами. Возьмите на свои 20 плац, в центральную кассу рыбка. Куриные, куриные. И вот эта куриные, а эта у тебя. Смотри, эти по 80, да? Эти по 80, эти 70. Два десятка, можно? У некоторых людей такой забавный взгляд на человека в маске. Как будто сегодня еще с утра объявили, что если ты передвигаешься по улицам маски и находишься в общественных местах маски, то вероятность заражения увеличивается там на 70%. И, короче, все уже в курсе, а я не в курсе. И напялил, таскаю. Вы немножко подзарядились там от дерева. Теперь вы сможете справиться с любыми водителями. Спасибо. Но, чтобы у вас не случилось, сегодня 20 какое марта? Сегодня 29 марта. И завтра, 30 марта, вы перестанете бухать. Навсегда. И ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Вот как раз вы про масочку, и мне нужно репортажик закончить. Доброго денежка. А я вот себя лично не могу никак причислить. Я надеюсь, вы не против, да? Я не на телевидении. Я тебе в курсе сейчас упущу. А, ну, маска на 2 часа. Ее менять. А говорят, даже на 40 минут. Я вот на рынок сходил обратно. Если это как-то может кому-то помочь даже, да? Но почему бы и нет, если есть возможность? А, ну, конечно. Я еще и дистанцию... Либо мы тебя. Либо мы тебя. Ну, и никак. Да, никто никого. Я иду на рынке, да, или вне рынка, и люди как-то очень забавно на меня реагируют, да, некоторые. Парень, извините, перебью. Ты в Адмирал идешь? Я не, я иду там. А, и брал из сумки, но... А он не работает. Футбол убирать еще чуть-чуть нет. Он не работает, насколько я знаю. Мне просто интересно, как изменилась бы ситуация людей в плане обращения датом. А, смотри, у маски идет. Если бы от ГБСМП выгружали бы тела в фуру. Как вы думаете, изменилось бы? Понятно. Ты на филолога учился, нет? Не, не учился. Я просто... Язык подвешен шикарно. Спасибо большое. На сегодняшнее утро сказали, что второй человек зародился. Второй человек? Вы верите в такое количество? Я знаю русское авось, и как всегда вот это происходит. Здравия Тептон. Я верю лучше и искренне всем желаю здоровья и счастья. Смирен. Здравия. Здравия. И думать всегда своей головой. Все, хорошего дня. Подхожу на район. Можно, как говорится, снять химзащиту. И в целом-то я согласен, что в такой теме в принципе не до шуток. Но если вы откроете статистику по миру, статистику по смертям в мире, на любую другую тему, начиная от суицида, заканчивая чем угодно другим, то цифры вас ужаснут еще в большей степени. И мой личный выбор оставаться не в состоянии паники, а в состоянии объективности и по возможности бодрствования. А, кстати, не могу, конечно, ручаться за эффективность такого метода, но тех, кто вообще, так сказать, презирает маски, да, купите какую-нибудь противовирусную мазь, вот так вот тут раз, раз в носу, и все, и, как говорится, вперед. Я сегодня был масочником по большей части из-за того, что шел большое скопление людей. Всех благ.